Приветствую, видеоблогер Екатерина Снетко и продолжаю рассказ о своих пересаженных красавчиках кактусов. Все эти растения были пересажены и фильм об этом есть. Вот он, загляните, это фильм первый и как подросли кактусы за это время. Единственное, быстро поднялась, это опунция. Посмотрите, какая красавица стала, да еще и в красивом горшочке. Может быть, она меня поэтому благодарит. Видите, какой хороший рост. Агавы растут очень медленно, ну это и понятно, это агавы. Давайте смотреть следующие горшочки. Вот это, вот обо всех этих кактусах вы смотрели в фильме. А еще я покажу вот эти росточки. Видите, эхиверия. Теперь можно рассадить каждое отдельно и пойдет более быстрый рост. Но мне не надо более быстро, пусть до весны поднимаются, а потом я их рассажу. Ну и, конечно, вот этот кактус. О нем у меня тоже в фильме было показано. Эти два росли в этом горшочке, а этот пошел. Видите, растет очень медленно, но растет. Так что, если есть желание укоренить какой-нибудь кусочек кактуса, обязательно дайте подсохнуть срезу и только потом укореняйте. Или в песок, или в песок с торфом, или в песок с кокосовым субстратом, в гравий. Очень хорошо растут. А в воду и просто в жирный грунт не стоит сажать. Надеюсь, информация пригодится. Видеоблогер Екатерина Снетко. Уже подросли эти кактусы. Это суккулент. Это кактус. Вот он. Видите, совсем. Но цилиндропунция и растет медленно. За два месяца, конечно, очень маленький рост. Хотя, видели, что корневая система и там, и там хорошая. Эпифириум. Из прихватизированных. Меня поправили правильно. Приватизированный. Нет. Это я прихватила. И растет он. Ну, я считаю, что хорошо. А вот эти два росточка не очень меня радуют. Ну, хорошо. Посмотрим еще. Вот такой вот рассказ, как укоренить кактусы. Редактор субтитров А.Семкин